Этого рыжего кота зовут Кардинал, но несмотря на грозное имя, он очень ласковый и добрый. Кардинал находится в центре передержки с начала июня. Его нашел на улице молодой парень. Увидев грязное животное с больной лапой, решил не оставлять его в беде, а хоть как-то помочь. И позвонил в благотворительный фонд. Теперь Кардинал вполне себе здоровый и довольный кот, только одинокий. В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных. Рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе. В фонде защиты животных Умка, таких заброшенных судьбой собак и кошек, больше сотни. Приюта, где можно было бы навсегда оставить хвостатых, во Владивостоке нет, как и закона, который бы боролся с бездомностью. Сейчас фонд Умка пытается собрать деньги на создание центра для таких обездоленных бродяг. Он будет рассчитан на 145 кошек и 45 собак. На сегодняшний день на счету фонда немногим больше 600 тысяч рублей. Этого явно недостаточно. По завершению проекта на планете мы планируем, что мы все-таки поставим забор, потому что это основное. Сейчас там на текущий момент мы уже расчистили часть территории. Поставим забор и начнем проводить воду и свет. Сейчас там все работает от генератора. Потом в дальнейшем начнутся строительство вольеров. И вот тогда понадобится уже брус, щебень, галька, металлические пруты. То есть все, что можно использовать для строительства вольеров. Весь проект – частная инициатива. Попасть сюда для кота или собаки, как выиграть счастливый билет. Жизнь на улице опасна и для людей, и для животных. Только четверолапые друзья совершенно беззащитны от издевательств. Так в районе Второй речки неизвестные жестоко расправились с пятью котятами и их мамой – кошкой. У нас жила здесь кошка, Зоська звали. И она очень часто рожала котят. И потом этих котят все кормили, ходили. В один прекрасный день среди бела дня ее обнаружили мертвой. Причем было видно, что ее убили. То есть это было все в дневное время. Остались у нее котята, штук пять, наверное. И вот женщина с нашего дома ходила их кормила. Выкормила там из пипеточки и все, и лечила. Туда дети приходили, как раз каникулы пришли, тоже помогали. В один из прекрасных дней просто котята обнаружили убитыми. Одному котенку голову отрезали. А кто, что они чуяли? Мы не знали. Говорят, что собаки якобы. Но это все как раз под моими окнами происходило. Я не слышала. Я в ту ночь до пяти утра не спала как раз. Я не слышала никаких собак. Местные жители от произошедшего в ужасе. Ведь такие вопиющие случаи измывательств происходят не так часто. Но если случается, то приобретают широкую огласку. К слову, за издевательство над братьями нашими меньшими можно получить реальный тюремный срок. Прецедентом стал суд над хабаровскими живодерками. Обвинение требует для девушек семь лет лишения свободы. Катерина Матвеева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.